привет дорогие друзья мы с ним попали на конференцию компании kercher мероприятие проходит в москве и компания kercher решила презентовать свою продукцию в том числе и новинки в том числе и аккумуляторную тематику и мы попали на стенд с техника которая предназначена для уборки наружу наружу на улице то есть не в помещениях это мойки высокого давления пылесосы и прочая тематика сейчас мы кого-нибудь из демонстраторов попробуем поймать и его допросить пристально чтобы они нам сделали небольшую презентацию по своей технике дома для вас это будет интересно и и и и так роман представитель компании kercher расскажет нам на этой станции об чем мы расскажем о технике аудор эта техника которая используется вне дома то есть на улице это мойки высокого давления это пылесосы и аксессуары которые я так скажу что скорее всего это самый большой сегмент продаж компании kercher на рынке это основной сегмента все верно также есть бытовая техника здесь так скажем все пронумеровано в каждом сегменте на полевой шатер до попали конкретно пылесосы мойки да наверное да и у нас как всегда как всегда компания kercher не только изобретатель аппарат высокого давления это и постоянные инновации к примеру сейчас это аппарат высокого давления который управляется с помощью телефона с помощью приложения мы можем не только там менять давление вроде бы неудобно до телефона меняем давление но такая спорная до штук да но это так поиграться на самом деле россия это люди которые не читают инструкции читают что-то сломается это постоянно поэтому компания kercher решила сделать всю инструкцию в телефоне чтобы они в телефоне не читали телефон все держат даже самое популярное место работы в телефоне это туалет что делать еще в туалете можно полистать не только инструкции но и как работать с аппаратом то есть это но он и без телефона и так понимаю да вот работа он и без телефона отлично работает но если какие-то вопросы возникают даже тот же самый чат с техподдержкой почему мой аппарат не работает по про обращаемся в поддержку не выдает давление и сразу же человек начинает обращать внимание то есть почему не выдает давление либо электричество либо вода не подключена правильно ну понятно но я так понимаю это просто пока некоторые модели это не на всех не на всех моделей до постепенно модели здесь есть такая вот на премиум smart control а это вот называется надпись smart control говорит о том что да мы ее подключаем к телефону ничего страшного а здесь я так понимаю какие-то батарейки должны быть для того чтобы это все работало скажу больше там батарейки от компании kercher они подключаются они находятся вот здесь сюрприз интересно стали батарейки делать под своим брендом да ну и соответственно мы можем переключать давление плюсом и минусом мы здесь можем увидеть мы здесь можем увидеть всю градацию то есть вот от минимального давления до максимального давления а есть смысл вообще в переключении давления не проще просто чуть-чуть отойти на полметра назад и просто по факту получить меньшее давление на конкретно обрабатываемую поверхность не все люди так скажем понимают эту фишку лишь же у нас есть так скажем не побоюсь от слова библия компания керкер это основа чистки не ясно написано не очень много информации не ясно написано что рабочее расстояние это от 15 до 25 сантиметров не многие многие как берут аппарат в руки и вот у нас мойка за метр и начинают поливать но это не цветы необходимо именно работа работа кинетический воды и давления и соответственно объект очистки не всегда люди догадываются самая популярная модель у вас k5 да насколько я знаю да k5 компакт у нас она представлена на пескоструе мы сегодня будем показывать еще как с помощью аппарата высокого давления мы можем от пескоструить что-то сейчас в ролике это прямо сейчас мы можем с эти боли назад да давай по факту самое главное это насадка насадка которая объединяет себе и воду и соответственно подсасывание песка или какого-то абразива через специальный шланг всегда рекомендую одевать очки и одевать перчатки специальный песок кварцевый до какой-то до специальный кварцевый песок но опять же мы не привязываем к своим аксуаром своей можно любое использовать можно любой использовать любой чистый так немножечко прошу вас отойти сейчас песок подсосется дальше оставим для других коллег на глаза так отлетает немножко да я предупреждал то есть достаточно иметь копия пара аппарат достаточно такого начального бытового класса вернетка не начали начать к 4 да то есть тот двигатель который чтобы можно было сделать просто есть такие какие-то моменты где реально фигурная как это решетка где пескоструем удобнее всего сделать очистку да все верно то есть аппарат который может затягивать воду самостоятельно это к 4 к 5 к 7 но объяснить чем отличается к 5 компакт от допустим вот этого к 5 по факту по факту начинка вся та же самая абсолютно та же самая здесь мы только можем увидеть как работает аппарат к примеру на среднем давлении максимальном давлении а регулировка здесь есть или нет нет это power control мы всего лишь здесь наблюдаем работу только как работает опять же это очень удобно для новичков потому что не все не все понимают как правильно работать аппаратом вот я так понимаю это аккумуляторная мойка все верно что-то новое потому что может быть в прошлом году накажем было можно ли автомобильных вот этой музыки я бы так сказал примерно аккумулятор проработает 20 минут за это время мы вполне можем помыть автомобиль то есть время и времени есть но опять же многие начинают думать о том что ударное давление это самое главное в аппарате это не так самое главное это вода это давление и это моющее средство то есть сначала мы наносим моющее средство размокаем какую-то грязь да и затем только после этого мы смываем да ну стоит наверно ответить что давление у аккумуляторных маг в принципе никогда не будет наверно как у сетевых да вот таких полноценных я скажу что вот эта двойка аккумулятор она идентична и сетевой то есть это максимальное давление 110 и разок воды 300-340 я смотрю что есть еще такая маленькая малышка мойка где такие моечки маленькие используются и что общими можно помыть велосипеды какие-то балконы какие-то маленькие площадки она очень легкая она сетевая да да она очень компактная а это как бы она как к 2 называется или как камени к камени да похоже на камень на камин но не камин как обидно что дождь пошел к сожалению да вчера была такая прекрасная погода и тепло вот такой вот маленький пистолетик блин вот если честно она по хорошим такие компактные муки не должны были быть аккумуляторными что ты куда-то пришел ну по идее там на выезде раз помыл я знаю что вроде есть аккумуляторные линии соглашусь есть аккумуляторный пистолет он там лежит называют кейчби блин там дождь и грабы вот его интересно было бы потрогать принесу его можно дабы принести аккумуляторный пистолет это что-то новое достаточно недавно по прошлом году появилась вот такой аппарат замечательный очень похож на просто пистолет здесь немножечко вода осталось поэтому это среднее давление для того чтобы помыть мотоцикл для того чтобы помыть велосипед и самое главное что он может забирать даже из емкости а то скинул в но мы сейчас подключили его к шлангу включить его не проблема я думал он слабее будет 24 атмосферы максимальная кстати велосипеда нельзя на большом высоком давлении мы там ее нужно узлы агрегаты повредить также есть комплекте грязевая фреза которую лучше отбивает грязь это как вот это вот она у меня в руках меняется очень легко нажимаем и вставляем вот под эту струю ручку вообще лучше она как бы таким шариком на пол я бы сказал так она бьет лучом воды а специальный механизм который запатентован он закручивает его ну интересная штука это просто видел эти аккумуляторы у вас они унифицированы верно из индикации на в процентном в процентах показ какой заряд устал стоит ни у кого таких штук не встречал вообще ни у кого нет я больше скажу то что эти аккумуляторы ну на сожалению здесь бочки воды нет чтобы его прям окунул но он не боится даже вот таких воздействий то есть а в воду его напускать или допустим нечаянно упадет это как вообще для него в такую погоду вообще не проблема под дождем можно в воду опускать не надо а это что за маленькая такая называется ос-3 для велосипедов до удобно знаешь наверно в багажник бросить ее именно ты подъехал воды в принципе нигде нет а у тебя здесь уже сколько литров на опять данным здесь 8 литров 6 литров да 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 как фонарик да жучок веком здесь 5 от 5 атмосфер грязь наверно это можно будет вот так вот здесь это картон картон все тот же самый велосипед мы можем помыть попробуем насколько чуть поближе не ну конечно нет мне не копять но в принципе смыть грязь свежую грязь в принципе эта штука реально именно тряпкой тереть ее и ведром воды это не совсем наверно будет прикольно хотя к примеру те же самые сапоги но вышли за она получится со своим встроенным аккумулятором да да то здесь не надо ничего докупать они все просто позже она может затягивать из емкости из какой-либо вода закончилась ли там из речки какой-то фильтр стоит данном ходе здесь стоит фильтр грубой очистки вот он вон там доставать его не буду эти пистолеты два одинаковых да абсолютно два одинаковых мы так поиграться на столе вот это интересно насадка что она из себя представляет я первые вообще ее вижу у это телескопическая насадка раньше была насадка телескопическая похожая на удочку такая которая раздвигается а это раздвижная раздвижная и плюс еще гораздо проще из нее использовать как она фиксируется сейчас здесь шланг а его надо вытянуть да здесь вытягивается шланг вот так нажимаем на кнопочку вот здесь вытаскиваемые что конкретно это насадкой моют стекла в меру дом фасад да к примеру что-то под углом например к это оранжерея или теплица или например крышу своего там какого-то газели да там сверху как вариант самое главное она очень легкая на алюминиевая а ну-ка можно я продержу для такой раз для такой дистанции но самый самое надо понимать то что она не просто и над держать и над положить и она под давлением там три форсунки она под давлением лежит как раз на она поверхности к любой мойки высокого давления правильно абсолютно любой раньше была проблема надо было шланги тянуть и так далее и так далее сейчас гораздо проще но это не для мытья стекол да то есть это для праве просто поле не проблема можно и стекла помыть потому что есть не только не только насадка со щеткой а на нее можно другого насадка там еще его есть до специальный а ну тогда она универсальная достаточно кстати говоря вот как раз мог для стекол на ней стоит а там мягкий до 10 вот эти форсунки как раз в это интересная штука кстати не знаю что это стоит 12000 но опять же это недорого если у тебя есть мойка уже есть а дом да в принципе просто вызывать кого-то чтобы тебе кто-то помыл это только один выезд будет стоить именно у нас есть эти говоря шланги для промывки трубок канализации мы немножечко посчитали здесь есть кстати что к сожалению нет потому что нас негде ее демонстрировать просто показывать ее бестолку к примеру один вызов стоит 5000 рублей а он стоит 4000 рублей блин ну конечно удобно просто некоторые еще не знают но по старинке то это не используют тросики эти штуки а там такая форсунка так понятно вперед и назад как-то так вот бьет именно она бьет назад и как бы реактивная тяга получается на проталкивает саму себя значит делать такие движения и вся грязь вылетает грубо говоря назад она насколько метров она идет есть с половиной метров есть 15 метров есть 20 достаточно длинный просто прочистная машина мелоки стоит около хорошая там примерно около 50 тысяч рублей а тут берешь мойку просто и подсоединяешь насадку но мелоки они сами себе как инструменты дорогие я посмотрел наверное нет не сегодня до сегодня вот этот черный пылесос я так понимаю что он для зольных каких-то таких где вообще конкретно его использовать он не очень не распространяем основном распространены классические vd-3 воды в дошли 5 и так далее все верно смысл в том что мы можем им собирать горячую залу горячую да но она до 60 градусов должна быть но вопрос такой металл металл везде металл здесь металл внутри и соответственно металл здесь огнеупорный фильтр стоит а конкретно в каких вот случаях собирает потребитель собирает залу это в каком-то кафе что ли обслуживание грилей и мангалов или же каминов да камин да смысл в чем когда мы собираем какую-то залу даже даже двух двухдневную примеру у нас сто процентов внутри но она может снаружи быть уже прохладной такой уже серый а внутри она может еще теплой быть когда пылесос засасывает прогорает там где-то именно она начинает ну как мы дуем на на уголек он начинает раздуваться здесь то же самое а шланг тоже защищен это резина внутри сталь что может быть может просто пылесос загореться изнутри у нас сервисе даже фотки есть пылесоса потому что мы его не отдадим а точнее мне не сохраним он просто будет место занимать прогорело все весь пылесос прогорел так же уже вроде как про остыла до зала давай-ка мы его запылесосом да и и попались камешки и как сразу скажу пылесос не для всех не нет смысла покупать его для постоянной уборки я имею это чисто специализированный инструмент расскажи про самую топовую вашу модельку по маму vd3 это и на стройке их берут и для дома берут и он самый кстати он хорошо сосет и у него большой плюс у него оптимальная стоимость он очень недорого около 10 тысяч с разного в различными тире до 10 там от комплектации мы их таких пылесосов продали очень большое количество и самое забавное что они фактически но они не ломаются они мы чего только с ними не делали сами с этими пользуемся их берут правда для штроборезов но это конечно не совсем не только не берут на штроборезы конечно лучше использовать немножко другую технику но для общестроительных работ чтобы можно было собирать пыль на стройплощадке подключить какой-то там инструмент чтобы собрать стружку деревянную самый популярнейший пылесос у него есть все я бы так сказал пылесос первой категории у которого есть полная комплектация как и у например в d6 у него тоже полная комплектация то есть здесь есть розетка для электроинструмента здесь есть выдув чтобы допустим на уже граждане заниматься да тот же верстак какой-то очистить и мангал раздуваю для кстати для того чтобы она была любой электроинструмент подключить очень полезная тем потому что не у всех комплекте он есть многие делают вот так да и любой инструмент проще сделать вот так логично и есть щетка для сбора кстати даже в логике влажный мусор да то есть он и воду собирает по сути по факту он может собрать в воду вплоть до так скажем своего фильтра если мы собираем чистую воду да конечно если мы собираем воду чистую то мы можем его просто снять и вот этот поплавок поднимется поднимется когда заблокирует да вот здесь вот смотрите внимательно конструкция сделала так что направление воздуха здесь такая вот поворотный механизм шторка для того чтобы не набрался скорее всего на вот этот на фильтр да и такой эффект создается вращение многие знают что подключают на такой аппарат подключают типа циклона что-то или я кстати знаю что у вас есть вообще ваш оригинальный тип циклон такой спасибо такой такой ведро с этим сходом-выходом есть да и наверху циклон есть но это больше профессиональный сегмент потому что опять же да у нас мы живем в россии поэтому у нас куда покупают такие пылесосы на большие стройки конечно рыба резят делают все по черному гоняет у меня самого мастерская столярная у меня стоит такой пылесос я его и и в хост и в грибу ну ладно раз мы о самом доступном сам популярном давай расскажи о том аппарате который стоит здесь в d6 это уже более высокого класса присос более мощный основные его преимущества в чем заключаются я бы сказал так он не высшего класса он просто удобнее ну и больше по объему маг именно если мы хотим очистить фильтр вот здесь мы должны снять голову взять фильтр очистить его или пойти куда-то понятное дело за пыль здесь все просто во первых здесь есть полуавтоматическая чистка мы вот сюда уставляем трубочку нажимаем на кнопку и воздух бьет в обратную и направляет поток воздуха до выбивает пыли с фильтра фильтр есть такой же бочковой стоит или здесь потом если вы это и удобство его давай покажем не помню сколько такой примерно фильтр стоит рублей 700 до около 900 рублей до 900 вот такая отрезиновая вкладка плюс еще мы можем его вычистить вручную то есть взять высыпать их можно эти фильтры мыть или же сушить как вообще их обслуживать допустим чтобы допустим он нам о да но мы что мы делаем обычно как делают либо вот так это стандартно либо воздухом да лучше направление воздуха в какую сторону должно быть лучше не в какую потому что мы можем оторвать вот этот элемент и сам фильтрующий элемент нас оторвется понятное дело у нас будет не очень хорошо двигатель лучше всего сделать что снять его взять щетку мягкую я обычно делаю зубной просто вот так прочищаю можно ли его мыть по новой мою и оставляю не на солнышке не на батарее а просто вот так и все он лежит оставляешь на сошки батареон шест ухоживает вера менять геометрию до интересная полезная информация насколько долго хватает и что за материал фильтра это бумага со специальной пропиткой то есть она не развалится если она не развалится профессионально кстати говоря есть самое классно что они продаются в любом магазине керхер эти фильтры всегда в продаже есть то есть это вы не будете заморачиваться искать и где-то там заказ подъехали забрали и работаете если честно правильно я конечно не настаиваю на этом правильно керхер потому что это фамилия инженера я как раз хотел стать керхи или керхер 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 потому что это альфорд керхер это изобретатель начальник так скажем моек высокого давления альфред керхер это фамилия его ну понятно все называют керхер скорее всего потому что вот это потому что буква йо да она у нас восприятие как буква йо идет а давай теперь обратим внимание на вот эти пылесосы подождем это что-то новенькое да но она работает под дождем техника это уже я так понимаю аккумуляторная тематика аккумуляторные пылесосы да все верно аналог зольного пылесоса все верно только теперь это с аккумулятором понятное дело просто просто инновация потому что потому что макеум насколько вот этот пылесос будет работать на одном вот этом вот аккумуляторе около 20 минут 20 минут а эффективность всасывания его понятное дело меньше но это некорректное сравнение то же самое что и сравнение двигателя двс и автомобиля тесла ну нельзя их сравнивать как таковы как как таковые у них работа работа не та вот шланг держится на руке а вот эти у тебя аккумулятор подсел уже 4 минуты осталось а мы его не сильно не заряжали поэтому он не на 100 процентов он будет посильнее работать на мой взгляд нет 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 мощность не падает да вот не падает мощность а сфера применения аккумуляторных таких пылесосов я пока он вроде не не компактно чтобы как-то такая относить с собой достаточно габаритный но говорить на он за того что большой бак да мы можем всосать воду или какую-то грязь по полностью забив бак а кстати воду можно засосать это в принципе не у всех есть аккумуляторных пылесос то же самое у маленького пылесоса он же он понятное дело меньше а вот это уже другая тема дано наверное больше к аккумуляторной тематике за все таки наверно как основание к рису а то же самое но они не рассчитаны тот для воды рассчитан это не рассчитан тоже для не проблема он 3 литра соберет воды с фильтром и 6 без фильтра если шланг держит значит неплохо ну держит для автомобиля вполне вполне неплохо достаточно да кстати говоря шланги у нас весьма весьма прочные если мы сделаем вот так то ничего с ним не случится или то есть наступить на него да то же самое ничего не случится да давай уже наступим что греха таить то да неплохо и это только бытовые шланги суша про антистатичные шланги а если они у вас вообще есть в опять же в профсерии но все одной просто по одной простой причине идеи в том что вы там не будут пользоваться как как пробкой все-таки у немцев есть но но у нас немножко другой подход к этому у нашего менталитета скажем так это менталитет ну на этой площадке наверно мы все что могли показали ну давай про эту подметальную машину она очень популярна говорят у вас в ассортименте одна из самых популярных ходовых одна из самых клевых вещей да потому что честно здесь она конструкция гениально простая да ничего нет ни аккумуляторов не проводов вот сюда собирается вся грязь здесь к сожалению вот такой большой машины проехали вчера и у нас грязи здесь нет но по факту я могу показать как она работает мы просто толкаем ходим тратим калории и собираем весь мусор и причем это делается не не сложно да то есть не очень легко и сложности в этом никакой нет причем я слышал отзывы говорят реально она очень хорошо собирать мусор тут правда у нас его нет чтобы продемонстрировать было бы неплохо зачем так раз рассыпать и раз пройти а можно сейчас кстати говоря посмотреть в контейнер там грязь есть о реальности набросал причем смотри какая мелкая фракция да то есть тут практически песок да весь собрал да у него вот эти щетки они заметают как бы заметают с боков а центральная центральная вот эта цилиндрическая щетка она закидывает уже мусор сюда класс вот эта тема очень прикольная это для тех у кого большие площади ну наверное такие вряд ли она за час пройдет 1200 квадратов поэтому приусадебные есть если у вас площадки оптимальны кстати она же хранится очень компактное место занимает да да она складывается складывается она складывается и все по моему просто раз да 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 открутили раз место занимает совсем чуть-чуть аппарат действительно неплохой так ну что наверно спасибо большое пожму руку очень приятно было пообщаться компания керхер компания папа-карло мы сделали небольшую презентацию на технику которая работает на улице естественно это это только лишь нара процентов 10-15 ассортимента всего что есть даже меньше даже менее пойдем сейчас попробуем остальных демонстраторов немножечко помочь может нам получится достать всем спасибо большое пока